Здравствуйте дорогие рукодельницы, мои подписчики, любимые и гости моего канала. Сегодня я буду делать наволочку, компаньонку к той наволочке, которая вот с цветочками, которая вам всем очень понравилась, разрезалка. Я ссылочку оставлю в описании к видео на ту наволочку для тех, кто не видел. Я уже вырезала кусочек ткани и нарисовала смываемым маркером водорастворимым. Такой вот дерево, не дерево, листочек, не листочек. Ну короче рисуночек. И точно так же как и в прошлый раз я делаю наметочки своим ножом для пейчворка, а потом буду разрезать ножницами. А я хочу напомнить неподписанным подписаться, а тем кто уже подписан, не забудьте нажать колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых видео. И конечно ставьте лайки и пишите свои комментарии. Листочки я уже вырезала, теперь вырезаю вот серединку. Я кстати хочу сказать, вот кто смотрел видео прошлое с цветочками, разрезалку, одна моя зрительница написала такой совет, я правда им еще не воспользовалась, но она написала, что может быть лучше сначала сшивать вот квадраты, потому что они после разрезания деформируются немножечко и растягивается ткань, и труднее сшивать так, чтобы ровно получилось. И она предложила сначала сшивать квадратики, а только потом в них вырезать. Ну конечно, если сшить сначала все полотно, а потом вырезать, будет труднее вырезать. И потом лепесточки сшивать тоже на большом полотне придется. Ну вот смотрите, что получилось пока что. Точно так же, как и в прошлый раз, я начинаю сшивать краешки листочков, и можно просто посерединке сшить вот один раз, но я хочу сшить два раза. Мне кажется, что так будет. Я, конечно, вообще бы хотела сшить и не два раза, а больше. Я бы хотела сделать листья длинные такие вот и сшить их прямо много раз. Но я говорила уже, что у меня только обрезки этой ткани, больших кусочков нет, поэтому я только вот могу небольшие листочки сделать. Вообще, если бы у меня были большие кусочки этой ткани, я бы попробовала нарисовать дугу и вдоль дуги уже листочки сделать. Я думаю, так тоже было бы интересно. Делаю следующее. Может быть, у вас будет ткань, которая с изнанки другого цвета, прямо вот кардинально другого. Бывает же вот такая ткань, что изнанка прямо другого цвета. И в этом случае, я думаю, вообще очень красиво получится. Представьте, если бы у меня было много такой ткани, и это бы был длинный такой листок. Можно делать только наверху, например. Я думаю, что можно делать только наверху, например. Вот так вот. Можно делать только внизу зашивать. Тоже будет симпатично. Вот этот листочек, если зашить внизу, он тоже будет уже виден, и все равно будет красиво. То есть, это уже от вашей фантазии. Я буду делать вот так вот, потому что я уже один сделала такой, смотрите. И мне нужен парный. Вот, потом еще второй момент. Я думаю, что если бы я поближе их делала друг к другу, то еще симпатичнее бы было. Но я уже сделала первый вот так. И второй я делала просто по нему. Вот смотрите, когда вы, если вам нужна пара, вы сделали один, берете, ну, ткань, которая вам нужна. Прям вот я положила один, ну, вот этот готовый. И прямо здесь вот уже маркером вот так вот прямо обвела все. И у меня получился ровно точно такой же рисунок. Совершенно идентичный. Все листики на том же расстоянии, как и у первого. Вот имейте в виду, можно просто обводить вот по шаблону, как говорится. Два моих блока готовы почти. Я возьму вот такую вот ткань, вырежу квадратики по размеру моего блока. У каждого. Я вырезала по размеру и скрепляю между собой нижние и верхние два моих кусочка. Вообще выглядит прямо как будто елка новогодняя. Можно, кстати, на рождественские всякие дизайны попробовать сделать такими, еще украсить какими-нибудь бусинками. Прикольно смотрит. Смотрите, у меня ведь здесь вот что. Поэтому я сейчас иду на машинку и вот так вот прострочу прямой строчкой, застрочу вот это место и вокруг, наверное, зигзагом соединю. Я прошила по периметру здесь вот своих стволов у деревьев и прошила зигзагом по краю. Я, кстати, хочу поделиться опытом. Когда я начала шить вот по верхней ткани зигзагом, вот эта верхняя ткань, она стала сильно тянуться. Поэтому я все распорола и стала шить по вот этой ткани. Вот она была у меня сверху. И все чудесным образом наладилось, потому что она у меня не... Ну, она чуть-чуть растянулась, прям миллиметра вот срезала тут какой-то. Ну, вот так вот немножечко. Вот. Но при этом общий смысл получился гораздо лучше. Все-таки меньше деформировались мои прямоугольники. И я этому очень рада. Получается так веселенько. Между ними я хочу еще сделать вот центральный блок. Он будет с цветочком, но немножечко с другим, чем я делала в прошлый раз. В этот раз я лучи сделала не одинаковой длины. Одни покороче, вторые подлиннее. Вот сейчас я центр буду делать у этого цветочка. Делаю французские узелочки над такой палочкой. Я делаю разные длины эти тычинки. Какие-то короче, какие-то длиннее. прям по вот этим лучам, которые рисовали, чтобы разметочку сделать. В результате получился вот такой вот цветочек. По-моему, прикольно выглядит, когда лепесточки немножко разные длины. И мне очень нравится. Я, в принципе, уже сшила всю наволочку. И я, знаете, что хочу сказать, что когда вот снизу фон более темный, я когда пробовала, я подкладывала снизу и потемнее ткань. Но у меня прям самый маленький кусочек был, поэтому я не стала ее использовать. Я не знала еще, сколько я буду делать этих блоков. Но в результате на два бы мне хватило, но я уже сделала вот с этим горошком зеленым. Но с более темным фоном оно смотрится посимпатичнее, посолиднее как-то. Ну вот у меня компаньонка появилась к моей предыдущей подушечке. Вот к этой. Две подушки подружки теперь. Здесь я наизнанку делала ткань, а здесь уже сделала на лицо клеточку. Но все равно они рядышком смотрятся очень хорошо. Две подушки подружки. Конечно, может быть, эти листочки не так эффектно смотрятся, как сам цветочек. Но для разнообразия можно использовать. И я бы все-таки, конечно, поближе друг к другу делала и подлиннее эти листочки. Тогда, мне кажется, было бы гораздо симпатичнее. Но, во-первых, подлиннее я не могла. У меня ткани было, прям маленькие кусочки уже остались. Но поближе сразу не сообразила, а потом уже было позднее к метаться. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, пишите свои комментарии, подписывайтесь, конечно же, на мой канал. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.